Все лучшее детям в АлатРе завершается строительство нового детского сада. В сентябре он откроет двери для 240 малышей. В каких условиях живут алатарцы и как застраивается город, узнала наша съемочная группа. В детский сад, построенный сразу после войны, до сих пор ходят дети. Вид дошкольного учреждения не самый веселый. То ли от того, что построено оно военнопленными немцами, то ли от того, что свой век здание уже отслужило. Так или иначе, в этом году воспитанников детского сада ждут перемены. Садик был, первоначально имел статус школы, потом после строительства школы сюда перешел детский сад. Рядом находится строительство нового детского сада на 240 мест, который был начат в прошлом году и который будет завершен к 27 сентябрю. Помимо игровых комнат и летних веранд, в новом садике будет спортивный зал и зал психологической разгрузки. Открытие будет приурочено ко дню работников дошкольного образования. Этой же осенью начнется переселение алатарцев, чье жилье признано аварийным в новые комфортабельные дома. На 2014 год у нас запланировано к сносу 1500 квадратных метров. На эти цели будет выделено 44 миллиона на 2014 год. И в общем-то по этой программе всего по городу АлатРа у нас признано аварийными 63 дома, которые мы до 2016 года должны переселиться. Строительство шести многоквартирных домов уже закончено. Совсем скоро переселенцы получат ключи от новых квартир. За качество жилья отвечаем мы. О поддержании дома в достойном состоянии задача жильцов. Подчеркнул заместитель главы АлатРа администрации. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Сразу после выпуска смотрите программу «По существу». Гость студии депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Тема беседы – реализация федеральной программы «Детские сады детям». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова